Бесконечно можно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и как люди чуть юго-западнее от нас пытаются построить независимое суверенное государство Украина, называя при этом себя политической нацией украинцами, разговаривающие и думающие на родном русском языке, но люто ненавидящие москалей, желающие их видеть на геляке, на ножах, ну и делающие для этого все, что они могут, желательно с безопасного расстояния, как это было 8 лет, когда шло АТО, потом ООС, ну а потом вдруг русские не выдержали, пришли и начались новые проклятия. Нас-то за что? Вот о уникальности ситуации или неуникальности ситуации, почему люди, как только получают бразды правления, независимость и возможность что-то создать, берут палки, берут вот то, что у них там из канализации в центре Киева течет и строят из них незалежную Украину. Ну а разговаривать мы будем с человеком, который все это знает, изучил, написал не одну книгу-бестселлер. К сожалению, к большому я так их до сих пор не приобрел и не прочел, но зато у меня есть уникальная возможность. Я с автором общаюсь очень и очень часто, у нас даже есть четверг в АДЖИ. Итак, главный редактор портала «Альтернатива» Андрей ВАДЖИ в эфире программы «Политотдел». Андрей, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Ну, я прочитал внимательно и с удовольствием ваш пост, отменил то, что хотел, вот в программе, о чем хотел говорить и решил, что именно от этого поста мы оттолкнемся и поговорим о том, что люди на этой территории столетиями, вот в этой вольнице своей, как-то были не рабы, не рабы, но постоянно попадали в рабство, постоянно с ними какие-то проблемы были. Вот для того, чтобы заняться деноцификацией завтра, сегодня надо понять менталитет, сущность, глубинность и стержень, вот что движет этими замечательными людьми и почему у них, как в песне Андрея Миронова, не идут дела никогда. Крокодил не ловится и кокос не растет. Наверное, не тому Богу молятся. У меня такое ощущение возникает. Вы тут, в общем-то, упомянули слово «строят» в своем вступлении. Они ж нечто строят. Причем строят, судя по всему, уже 30 с лишним лет, да, строят Украину. У меня вот, в принципе, вот все это время, вот начиная с момента независимости украинской, меня все время, как бы, вот, донимал один и тот же вопрос. Ну вот год прошел 2, 3, 10, 15, 20. А что, собственно говоря, было построено за это время? Ну, если Украина строится, то логично предположить, что, ну, в процессе вот этого вот разбудовы, да, как там вот, хотя тоже странное такое слово, но ладно. Хотя разбудовы — это что-то, если по-русски это воспринимает слово, то это нечто противоположное строительству. То есть, будовы и, значит, обратный процесс разбудовы. По крайней мере, вот русское ухо вот именно так это слово воспринимает, это странное слово. И, в общем-то, и вот эти вот десятилетия независимости, ну, там, наверное, действительно не сколько будовы было, сколько раз будовы, потому что, ну, вот если взять и спросить, ребята, а что вот, ну, давайте, хорошо, давайте мы, вот то все, что было при оккупации, оккупации, как вы любите говорить, было построено, давайте мы это в сторону, да, отодвинем и начнем перечислять, загибать пальчики, а что же мы построили-то в процессе этого, вот разбудовывая-то своей. И, в общем-то, вопрос зависает в пустоте. Так, а у нас не только вопрос, но и скайп завис в пустоте. Сейчас либо Андрей вернется. Так, так, все, Андрей, мы вас видим и слышим. Вы вернулись. Ох, эти технические проблемы. Вот я, вот если, допустим, спросить то же самое у российских граждан, что вот за 30 лет Россия, это же не на один день надо будет выделить, чтобы вот перечислить все, что было построено там за последние десятилетия в России, создано, построено. А вот что, я лихорадочно вот соображаю, я ничего не могу придумать, что они построили. И тут мы, в принципе-то, видим процесс обратный, вот, обратный побудовый. Процесс разбудовый. То есть они сносят все, что было построено до них. Обратите внимание, ведь, ну, началось-то что? С памятников, помните, первая вот эта вот эйфория, когда с кувалдами прибежали, развалили этот памятник Владимиру Личу, несчастный, да, вот как обезьяны прыгали с кувалдами там вокруг него. Вот, и потом понеслось, начали рушить, валить все, что можно. Потом началось вообще, как бы, вот эти вот убийства. То есть, как бы, ну, вот, ну, хорошо, ну, вот, до переворота все пилили, все растаскивали, грабили. Хорошо. До переворота там выщерпывали все, что было построено вот русскими и этими царями, генсеками московскими и так далее. Хорошо. Вот вы это все пилили, тащили, рушили. После, значит, переворота начали ломать все. Ломать, сносить. Потом война, да, вы напали на Донбасс, начали этот Донбасс уничтожать, и понеслось. То есть, по большому счету, вот, веришься, вся независимость украинская, это один сплошной процесс разбудовы в плане противоположном гудове, понимаете. Вот, как бы, вот мы сейчас видим завершающую фазу, когда вот остается выжженная земля. Вот выжженная, выжженная, причем такая остекленевшая, вот торчат эти деревья, поломанные, как в зубочистке артиллерии. И лунный пейзаж, воронки, 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 там, где серьезные бомбы падали, там уже такая вот стеклянная поверхность. Вот, воронки, воронки, пустыри, пустыри, трупы, 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 трупы. И вот, как бы, вот апофеоз Украины. Лунный пейзаж и разлагающиеся сейчас уже на жаре трупы. Ну, собаки бегают еще, дикие, да? Все. Ну, естественно, что пока в Тулу-то, значит, продолжаются, хотя уже не особо продолжаются, потому что начали хватать за ноги, тащить в эти, в ЦЦК ихние и отправлять в мясорубку. Опять-таки, почему в мясорубку, да? А потому что, ну, если человек не вооружен нормально, не обучен, не оснащен, его раз и отправили на фронт, да, на передовую, то что это? Это значит, что он, в принципе, в ближайшее время, он будет убит. Но это называется мясорубка. Когда вот вы таких вот людей, не обученных, не подготовленных, не вооруженных, отправляете под артиллерию, под танки, да, под снайперов. Вот, ну, естественно, что это мясорубка, это уничтожение населения Украины называется. Это для Украины даже не война, это война для России. Ну, скажем так, специальная военная операция, как принято говорить, да? Специальная военная, а для Украины это просто мясорубка, это бойня. Но это как бы, ну, по-другому это не назовешь. А почему? А потому что за это время, как я уже сказал перед этим, ничего не создано, ничего не построено. Обезьяны с кувалдами прыгали, рушили все, что можно. Ничего не создано. Украина независимая ничего не создала. Она разрушила даже то, что ей досталось наследство. Это как бы, вот, подводятся итоги сейчас. Ну, естественно, что ж, оружие-то что же будет производить? Ну, вот эти вот несчастные танки старые, советские, так они уже закончились, даже как бы стащили со всего мира, все равно закончились. Они не производятся. Россия производит. Россия все производит. Украина ничего уже не производит. И она, в принципе, перед войной многое уже не производила. Итог получается очень интересный. А когда разговариваешь с украинским патриотом, говоришь, ну, объясни мне, ну, вот что, у вас же ничего нет. Вы же все годы независимости, тоже странная для меня была фишка, вот эта вот идеологическая, все дружно мечтали о Евросоюзе. Все дружно мечтали свалить в Европу. Это была национальная идея. Это странная страна. Это странный народ, у которого национальная идея свалить за границу. Либо индивидуально, без виз, помните? Ах, без виз, без виз. Ой, без виз. Мы теперь 30 долларов, и 30 евро платить не будем. Мы теперь бесплатно поедем. Как в Европу сейчас бесплатно получается? Скажите мне честно, ребята, друзья мои. Говорят, что вас там прямо на границе, прямо на речке расстреливают. Сейчас уже дали приказ. Трупы туда вот в Румынию приплывают. Уже с простреленными головами. Сидят пограничники и отстреливают всех, кто пытается без визы прорваться в Европу. Вот как бы, вот интересно, сама идея интересная. Создали страну, вроде бы как, да? Хотя, в принципе, независимость на голову упала просто так. И сразу же после этого начали мечтать о том, как из этой страны независимой якобы свалить куда-нибудь. Либо индивидуально, либо дружно путем евроинтеграции. Как вас в Европу пустили? Все хорошо теперь? А Европа как вам помогает? Тут же как бы очень странная ситуация. И вот ты у человека спрашиваешь, украинский патриот, там такие вот усы висят, как сопельки. Вот, Томик Шевченко на груди там где-то вот, притаращенный вот его, вот, мова, мова такая льется изо рта, прямо захлестывает. Вот он такая любовь к Украине. Спрашиваешь, ну хорошо, вот вы живете среди разрухи. Вас, в принципе, как только независимость провозгласили, вас зафиксировало где-то на уровне середины 80-х годов прошлого века. Вот на подходе к 90-м. Вот вы как стали на них, ну вот мы не берем центр Киева, куда все олигархи себе там строили, а мы берем Украину в целом. Вот Украина, это вот, это фиксация в середине 80-х годов прошлого века. Хоп, и как бы процесс остановился, остановился, вот все процессы остановились. Когда россияне, да, вот российская власть заходит на освобожденные территории, ее что поражает? Ее поражает поразительная древность всей инфраструктуры, начиная от канализации, трубопроводов, дорог и всего остального. То есть вопрос, это что, говорит, вас так бомбили? Нет, это у нас всегда так было, отвечают местные жители. Мы всегда жили так вот. Понимаете, тут же, я патриот этого украинского с усами и томиком Шевченко возле сердца спрашиваю, ну хорошо, ну ты же, ты же как бы не слепой и не полный идиот, ты же понимаешь, что как бы вас в материальном плане, вас лишили всего. Украина самая нищая страна Европы. До нее сначала была самая нищая Молдавия, а сейчас как бы Украина переплюнула и Молдавия. Сейчас украина самая нищая. То есть это ради этого надо было незалежность провозглашать? Вот я человека спрашиваю. Ваши достижения материальные, ты-то, вот эти вот, они что, вот эта фишка с тем, что у русских там унитазов нету. Сидят бабульки в каких-то глубоких селах, полувымерших по сути, и рассуждают на камеру о том, что вот пришли русские, понимаешь, унитазы позабирали у них. Это как бы странно очень. Я вот спрашиваю патриота, слушай, объясни мне, ну хорошо, ну давай откровенно. Ну вот констатация факта, что Украина банкрот. Экономики нет, инфраструктуры нет, финансов нет, живет в долг. Сейчас вообще это четко так уже прорисовано, что вам даже зарплаты бюджетникам и пенсии без заимствований иностранных невозможно платить. То есть банкрот полный. Население бежит, вы его отстреливаете на границе уже. Я не знаю, как бы, в соответствии с каким законом расстрелы на границах бегущего населения, но это уже как бы на вашей совести, потому почему. А потому что закон это никогда уже на Украине, он никогда не действовал. Он был формально, но мы все игнорировали. И конституцию тоже игнорировали. То есть правового государства на Украине тоже никогда не было. Опять-таки мы смотрим в то, что сейчас апофеоз вот этого вот всего, да, вот этого беззакония. И у меня вопрос тогда, ради чего вот этого? Вот Сергей, я вот спрашиваю, ради чего, объясни мне. Все вот это вот. Андрей, а вот я пытаюсь влезть в шкуру неубитого с соплями и ответить. А это наша мечта тысячелетняя. Потому что для нас безвиз не Порошенко придумал, а Бог знает когда. И говорит, у нас памятник стоит Насти, которую весь мир знает как Роксолана. Она была первая, одна из первых, кто получила безвиз. Ее в Крыму, на невольничем рынке в Кефе, ныне Феодосия, стотысячный тогда был город, продали в рабство, потом где-то перекупили с Наценкой или Суценкой, и она попала наложницей в гарем Сулеймана Великого. И поднялась, раскрутилась, стала топ-менеджером у Султана. Она была, там не помню как ее, вот великолепный век, надо посмотреть, как ее там называли. Короче, эта Роксолана замечательная, она же путеводная звезда для украинца. Каждый из них хочет попасть в гарем какому-нибудь Султану, чтоб его там уестествляли, и за это кормили, а он был еще и фавориткой. Вот Украина, это Роксолана, мечтающая стать фавориткой Евросоюза, Америки. Берите меня, берите меня, кричит Украина. И кричит она давно. Ну, кстати, хороший образ, мне понравилось, Сергей. Сравнить Украину с Роксоланой, да, попала в рабство, а потом попала в гарем. Вот, ее как бы вот, а она там всем руководит. Кстати, это, кстати, золотая мечта, это, голубая мечта, в принципе, такого вот, кандового украинца. Попасть в рабство, потом в гарем, тебя там, вот, а ты всем руководишь. И живешь свое, командуешь гаремом и всеми остальными. Да, вот, вот это мечта, действительно. Вы, вы же обратите внимание, ведь, в общем-то, когда независимость вот эта вот упала на голову, вот, то, собственно говоря, народ-то, он же, его же не затачивали под то, что вот, ребята, мы вот сейчас будем трудиться, мы будем созидать, мы будем строить, мы будем друг дружке помогать. Мы сейчас, вот у нас такая земля, у нас столько всего, мы будем процветать, мы своим трудом, своими мозгами, своим умением добьемся всего. Этого не было изначально, я же помню, в 91-й год, да, такая идея даже, ну, в принципе, отсутствовала. Сразу же сходу начали рассказывать о том, что мы сейчас попадем в Евросоюз и нас там будут кормить. Ну, правда, не говорили, что при этом будут и иметь. Вот, но, наверное, большинство согласилось и на это, но, опять-таки, сейчас-то уже имеют в плане, таком уже до смерти, причем уже не кормят. Вот в чем проблема. Тут же как бы вот европейцы, Запад в целом, он же такой, он же хитрый, в принципе, вот, причем он хитрый не одно столетие. Он показывает красивую картинку, говорит, приходите, ребята, мы сейчас тут вас будем содержать. Ну, естественно, иногда будем иметь, но это такое вот, это вам будет приятно. И дурачки бегут с разных концов мира, прибегают, картинка убирается, их начинают уметь, но не кормят. Понимаете, в чем проблема? Причем имеют так, что до смерти и закапывают потом. Вот, в принципе, ну ладно, Африка. Там люди такие простые и, скажем так, необразованные. Ну, у СССР же уровень образования был хороший, книжки многие читали, ну, по крайней мере, до независимости. Потом все забросили, конечно, некогда было. Евроинтеграцией занимались. Ну, в принципе-то, до этого книжки читали, им же там в книжках было прописано, что делает Запад с незападными народами. Он обещает их кормить, но не кормит, но при этом имеет до полусмерти. Сейчас, как бы, ну, и пошли счастливые украинцы, развесив свои длинные вуса, вот, пошли в Евроинтеграцию, и вот на выходе, вот, они, в принципе, через нее уже прошли. Правда, не все прошли. Многих, вот, сейчас вылавливают из речек на границе с простреленной головой. Не смогли дойти. Но это апофеоз евроинтеграции, это апофеоз украинской философии. А давайте мы куда-нибудь убежим, в какой-нибудь гарем, и нас там будут кормить. Это апофеоз. И вот, я когда спрашиваю, ну, хорошо, ну, мы же, как бы, вот, мы сейчас не перед телевизором, не перед кинокамерами, вот один на один. Ну, объясни мне, друг мой, ну, вот смысл всего. И остается одно единственное, что вот, ради чего живет сведомый украинец. Оказывается, ради великой свободы. Он может не есть. Я, кстати говоря, помню, я вот, когда вот независимость только грянула, вот, я периодически приезжал домой на западную Украину. вот, до сих пор помню, но еще молодым был совсем, вот электричка там на дачу, да, и помню, стоит такая баберинца лет 50 с лишним, и, значит, митингует прямо в электричке. Да мы, говорит, да мы будем голодные, да мы будем холодные, но мы не будем стоять на коленях, мы прирожденные свободные люди, мы украинцы, свобода у нас в генах, в крови, ля-ля-ля, фа-фа-фа, то есть, в принципе, они готовы быть холодными и голодными, да, как сейчас, уже полумер, многие мертвыми, другие полумертвыми, ради свободы, величайшее достижение, да, это вот на генетическом уровне, причем, я так понимаю, как вот в позднем неолите возник, возникла украинская нация, как они рассказывают, и она, собственно говоря, наверное, возникла именно в рамках вот этих вот вирусов и ген свободы, и вот она тебе эту свободу несет, у меня сразу как бы автоматический вопрос, ну хорошо, допустим, когда там казаки грабили, насиловали, убивали, ну хорошо, допустим, можно допустить, что это проявление великой свободы, можно, допускаем, хотя тоже свобода странная, опять-таки, возьмем 17-й век, вот свобода, да, значит, бежали на левый берег от гетьманов во время руины селами, вот села просто снимались, малороссийские, ночью, и чухали на восток, либо вот это, от польского короля, то есть со своими гетьманами жить никто не хотел, их ловили, вот кого поймали, ну это как вот сейчас, там часто на границе расстреливают, вот так и села ловили, кто убежал, тому повезло за Днепр, там, да, под русского царя, те, которые не убежали, их просто потом хватали, вот, и в рабство, вот это вот Роксолана, да, которые вы упомянули, она же как раз из этой же серии, те, которые не убежали под русского царя, не убежали под польского, значит, приходили либо татары, либо казаки, вот, хватали, и, значит, в Крым, а из Крыма на невольничьей рынке Турции, там, и так далее, и в Европу многие, кстати говоря, попадали, тоже такой вариант евроинтеграции, странная ситуация, даже тогда была странная ситуация, то есть, один гетман пришел, другой гетман пришел, эти грабят, эти грабят, эти насилуют, эти насилуют, в чем свобода, ну, понятное дело, казачки гуляли, как могли, там такие изверства творились, что, когда читаешь историков, кстати говоря, украинских, да, вот, то, как бы, хочется побыстрее страничку перелистнуть, там такие, такие, пишущие писания. Андрей, каждый из наших зрителей наверняка слушал, слышал на свадьбах, еще на каких-то пьянках, песню про Галю, ехал и казаки, ой ты Галю, Галя молодая, я когда прочитал текст, их разных вариантов, несколько, откуда ехали казаки, куда, и как они эту Галю, и что они с ней сделали, как они ее к дереву привязали, и хором, и по очереди, и что угодно растерзали, я в ужасе был, более страшная песня, такая же патриотическая, это батька наш Бандера, когда мама идет и видит своего сынка из дивизии СС Галичина под бродами, лежит под кустом, москали, клятые минометами, били, лежит этот бандеровец, ССовец, ножки оторваны, кровушка из него течет, мама плачет, вот батька наш Бандера, я охренел с этого песенного фестиваля, куда там тому Евровидению с этими фриками, которые сейчас, Украина это страшнее, чем Евровидение, Сергей, так слушайте, ну а Шевченко, возьмите его творчество, это же садомаза сплошное, вот если вчитаться, если не просто бла-бла-бла, а вчитаться в смысл, это одно сплошное садомаза и реки крови, реки крови, разрубленные тела и садомаза, ну как бы, ну опять-таки, ну возьмите, допустим, упомянутый вами СС Галичина, ну это очень странно, когда вы делаете своим символом, поднимаете на свой флаг борьбы, скажем так, подразделение, которое было в свое время полностью разгромлено, то есть вы на своем флаге рисуете полную свою неудачу, ну вот, оно же все пропитано, садомаза, реки крови и символизм чисто вот неудачников таких, вот лузеров, ну Бандера лузер, он обслуживал до войны, он обслуживал Абвер, да, до Бандеры во время Коновальца, там обслуживались все, вот кто платил, кстати говоря, включая и советскую разведку, ведь при Коновальце и до Коновальца, то есть там вот все вот это вот, это сейчас вот забивает им мозги, что это Коновальц ОВО создал, да, украинскую военную организацию, она была создана для него, его просто назначило руководство ЗНР, которое сидело в Европе, и вот эти вот структуры, они просто обслуживали за деньги, потому что кушать хотелось, то есть они занимались разведкой, они занимались убийствами и диверсиями, и так, вплоть до Бандеры, вот последняя фаза, это когда началась война, сначала Вторая мировая, бандеровцев запустили в Польшу, поляков резать, вот, а потом Великое Отечественное, бандеровцев на советскую территорию запустили с той же целью, но они всегда обслуживали, и вот вы теперь на своих флагах рисуете портреты вот этих вот проституток, ну реально, ну давайте вещи называть своими именами, а сейчас вот эти вот бандеровцы, да, нынешние, они что делают, они тоже обслуживают, тогда эти ОВО обслуживало поляков, советскую разведку, немцев, бандеровцы обслуживали немцев, да, а сейчас обслуживают американцев, англичан и так далее, то есть, причем, я же говорю, символы, вот лузерские символы, то есть символы связанные с поражением, с катастрофой, они это на флаге нарисовали и радостно бегут, трупов уже закапывать негде, трупы, вот их трупы уже закапывать негде, а они все равно с этими флагами, то есть, как это с рациональной точки зрения объяснить, ну, мне тяжело, это тут уже, опять-таки, здесь уже мы плавно переходим в сферу психиатрии, это без этой науки очень сложно разобраться в политических таких вот нюансах на Украине, но опять-таки, возвращаясь, ради чего, ребята, ну, ради чего, страна в руинах, страна нищая, страна ободранная, то есть, население разбежалось, либо погибло, либо где-то там прячется по подвалам, прячется, вы мне говорите, что вот у вас на генетическом уровне свободолюбие, что ради свободы вы приносите вот все вот эти жертвы, свобода, мне же так говорят, вы же, говорит, русские, вы же, говорит, прирожденные рабы, вы нас не понимаете, вы рабы, а вот мы, украинцы, мы прирожденные, свободные люди, ребят, скажите мне, пожалуйста, если вы такие прирожденные, свободные, а чего вас за ноги тянут, вы упираетесь, кричите, а вас на улицах хватают, и тянут за ноги в мясорубку, вы же свободные, вы живете в свободной стране, вы сражаетесь, как вот вам говорят, или вы говорите, да, с несвободным мордором, то есть у вас торжество, полная свободы, а чего у вас вот этих вот, которые тису пытаются переплыть, расстреливают с автоматов, и трупы потом на берег выбрасывают, чего у вас, как животных ловят по всей стране, это что, это такой апофеоз украинской свободы, в чем свобода, быть нищими, сидеть в разрушенной, разграбленной стране, то есть я не понимаю, то есть в чем проявляется вот эта вот хваленая украинская свобода, вот где она, покажите. Андрей, да, Андрей, я вот опять надел вуса, оселедиц, и отвечаю, мы украинцы, мы борцы за антиэволюцию, вот мы, когда увидели карикатуру, как обезьяны памятник этому, который и эволюционную теорию написал Дарвину, сносят, мы сделали ровно то же, мы в Харькове точно так же тросами тянули с площади Ленина памятник Ленина, в Киеве так сделали, о чем вы только что сказали, то есть нам свобода нужна, чтобы вернуться в исходное древнее свое состояние, когда мы 140 тысяч лет назад, цепляясь хвостами за ветки деревьев, украинскую мову с певучей размовлялы, когда еще хомо сапиенсов не было, мы туда хотим, нам там комфортно и уютно было, а вся эта ваша цивилизация, тупая дисциплина и рабство для нас неприемлема, мы хотим жить в обезьянной стае, Киплинг о нас целую книгу написал, про бандарлогов, вот это мы, серые обезьяны, не мешайте нам быть серыми обезьянами. Так в том-то же дело, Сергей, вот мы как раз и подошли к самому интересному, что в общем-то свобода в украинском понимании это анархия, это хаос, причем об этом говорю не я, я только повторяю, то, что было уже сказано до меня, причем украинскими идеологами, в украинском понимании свобода это полный беспредел, это беспредел сильного над слабым. Вы же обратите внимание на манеру той же ведения той же войны у Украины. Вот украинские патриоты, им же как, они же, они просто вот их просто разрывают от радости, когда у них есть возможность поиздеваться над каким-то беззащитным человеком, унизить его, пытать его, помните вот эти интересные батальоны их, типа торнадо, что они там у себя в подвалах делали с украинскими гражданами. Я уже не говорю про, допустим, военнопленных сейчас, что они в своих подвалах в добрых новых традициях Европы делали со своими простыми людьми, которых они туда затаскивали. Я же помню там этот генпрокурор Украины, когда вот это рассказывал, у него крупные слезы из глаз падали, что они там делали с этими несчастными людьми. Вот она сущность, вот она украинская свобода. Ты вооружен до зубов, тебе снесло от безнаказанности голову, ты хватаешь людей на улицах, затаскиваешь с подвалы и делаешь с ними все, что хочешь. Вот она, вот апофеоз. Вот возьмите, давайте возьмем, допустим, гражданскую войну прошлого века, на 17-й год, 19-й. Тут же, даже вот в плане террора, тогда же террор, гражданская война это всегда террор. Допустим, большевистский террор. Большевики-то, в принципе, они же как, ну, а если, допустим, им в руки попадает враг, они знают, что этот враг беспощаден, с ним не договориться, просто ставят стенки и расстреливают, все, и закапывают. А что делают украинские патриоты, когда враг к ним в руки попадает? Они его начинают пилами резать, ножами колоть, разрывать на части, получать максимальное удовольствие от мучений. Это не я выдумываю, почитайте просто архивы, почитайте историю, там все четко описывается, что делали украинские патриоты в прошлом веке во время гражданской войны с теми, кого они считали своими врагами. Так оно сейчас история повторится. Это опять-таки сначала казачки, потом петлюровцы, так называемые, потом бандеровцы делали с теми же поляками, допустим, на Волыне. Они же не просто их расстреливали, они патроны экономили, они получали садистическое удовольствие от уничтожения поляков, от уничтожения не только мужчин, от уничтожения стариков, от уничтожения женщин, садистического уничтожения. Топорами рубили, косами резали, ножами кололи. Я не буду описывать. Но когда, допустим, смотришь фотографии тех времен, волосы на голове шевелятся, это что у человека должно быть в голове, что будет такое дело. с маленькими детьми, с грудными детьми, грудных детей, топорами, ножами. А что мы сейчас... Это преемственность, вот это вот здесь, психологическая преемственность. Они же сейчас то же самое все это время делали. Что они на Донбассе делали до начала СВО с местным населением? Вот эти вот тюрмы и концлагеря вот этих вот патриотических батальонов националистических. Что там происходило? Что там творилось? В подвалах этих концлагерей частных. Что они делали с людьми? Вот она, высшая степень свободы по-украински. Что, я не прав? Ну в чем еще проявляется? Ну и другая, допустим, сторона этой свободы украсть. Украина. Когда в прошлом веке была провозглашена Украина, народ же не знал, что изначально живущий на юго-западном крае России, он и не знал, что такое Украина. Им сказали, вот все, теперь мы Украина. Из местечек насобирался народ, писали петиции, отправляли в Киев. В том плане, а что вы нас оскорбляете? Почему мы украинцы? Мы ничего не украли. На каком основании вы нас оскорбляете, обзываете, называете украинцами? Укра, да, Украина, украсть. Это очень странно. Странно как-то звучит, согласитесь, но вот сколько я себя помню, вот всю вот эту незалежность, вот все, что я видел, да, изнутри, в госструктурах, в бизнесе, который был спаян намертво с этими госструктурами, все было выстроено на главном, фундаментальном принципе, то есть короткое, емкое, многозначительное слово украсть, украсть любой ценой. Власть, это значит украсть. Мы бизнес, мы берем власть, чтобы красть, чтобы пилить Украину. И все вот эти десятилетия, они ее пилили как могли. Это просто феноменально. Причем, это же, в общем-то, я не хочу там, допустим, обижать правящую украинскую элиту. Вот они такие плохие, народ хорошая, а элита плохая, противная. Вор на воре. Слушайте, украинская элита, она откуда взялась? Они что, с Марса спустились? С Венеры их привезли? Так она и поднялась как раз из народных масс. Опять-таки, маленькое наблюдение, чисто психологическое. Опять-таки, по своим воспоминаниям еще из юности. Дачный кооператив, еще закат Советского Союза, дачный кооператив, Западная Украина, разделили землю, раздавали там, люди начали строить себе дачи, провели туда дорогу, это еще советские времена, построили остановку из кипяча, построили остановку в том плане, что туда будут автобусы ходить. Там, станция для электричек, остановка для автобусов, потом, прогремела вот эта вот независимость, и было очень что интересно наблюдать в течение нескольких лет. Вот стояла вот эта остановка для общественного транспорта, для автобусов. Было очень интересно наблюдать, как вот каждый месяц местное население, обитатели вот этого дачного вот этого массива, эту остановку разбирали. То есть потихонечку, сначала исчез шифер, потом доски с крыши исчезли, стропила, а потом так по кирпичику, по кирпичику, по кирпичику, по кирпичику, раз, 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 раз. Я как-то приезжал, ну, во время учебы в университете, приезжаю, смотрю, все, нету. Последние кирпичики выковырили. То есть это на ментальном, таком глубинном, ментальном уровне, вот это вот фундаментальный принцип украсть. Да, ну, вот подумают так, ну, вот остановят, это же для всех вас. Нет. Вы придем ночью, повыковыриваем кирпич. В хозяйстве все. И вот таким образом, вот как вот эту остановку, да, на западной там Украине разобрали ночами, вот точно так же по кирпичику разобрали все вот это, все, что когда-то называлось Украинская Советская Социалистическая Республика. Вот апофеоз украинской незалевности а-ля Бандера. Вот он, по сути, уже, ну, он уже, опять-таки говорю, лунный ландшафт и трупы. И ямы с трупами. Вот лунный ландшафт, ямы с трупами, и они, значит, поют, поют песню, вот, батька наш Бандера, хором. Те, которые еще живые. Пока еще. Замечательная история. Я смотрю, 30 с лишним лет, блин, 30 с лишним лет жизни миллионов людей ушли в никуда. Это страшно, на самом деле. Это, с одной стороны, оно звучит, конечно, немножко водовильно, но это такой кровавый водовиль. Я думаю, что, скорее всего, гражданская война в прошлом веке, да, вот, она, наверное, приблизительно была такого же плана. С одной стороны, водовильный, а с другой стороны, кровушка, 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 вот это вот сплошное. Андрей, ваши часы показывают, что время подошло к концу. Если нет возражений, вот это колесо геннадьбы в продолжение через неделю будете на месте у себя. Давайте продолжим, потому что у меня еще куча вопросов есть, о которых хотелось бы услышать. Хорошо договорились. Спасибо большое, значит, тогда до следующего четверга. Итак, дорогие друзья, спасибо вам огромное за внимание. Время эфира подошло к концу. Через неделю мы встретимся с Андреем и продолжим этот разговор. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok